Сложно-починённые предложения Сможете дать аргументированный ответ на проблемный вопрос Будете расставлять знаки препинания в сложных предложениях И сможете определить типы подчинения предаточных в сложно-починённом предложении Ребята, на предыдущих уроках мы с вами узнали, что такое дилемма, чем она отличается от выбора Анализировали ситуации, в которых были описаны дилеммы И даже рассматривали схемы, помогающие нам решить дилемму Давайте вспомним информацию предыдущих уроков и заполним облако ассоциаций Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «дилемма»? Готовы? Рассмотрим возможный вариант ответа Ребята, можно также сказать, что все эти понятия характеризуют дилемму Сегодня мы с вами продолжим анализировать ситуации, в которых описаны дилеммы Давайте ознакомимся с ситуацией и определим, является она дилеммой или не является Алене, как президенту школы, дали подарочные пригласительные на концерт известной музыкальной группы Чтобы она раздала их Билеты должны достаться отличникам, активистам, победителям Олимпиад Поэтому ни одного лишнего билета не было Асем, подруга Алены, не относилась ни к одной из вышеперечисленных категорий Она попросила у Алены один билет для себя Так как, по ее мнению, дружба дает моральное право быть пристрастным в некоторых вопросах Алена считает, что должна быть беспристрастной А если она отдаст билеты подруге, то кто-то, заслуживший его, останется без билета Ребята, как вы думаете, является эта ситуация дилеммой? Конечно, это дилемма, причем Алена уже даже приняла решение Давайте проанализируем ее Как вы думаете, правильный ли выбор сделала Алена? Оформите свой ответ в виде ПОПС-формулы Где П это ваша позиция Я считаю, что Далее следует обоснование Потому что Затем примеры Я могу подтвердить это примером И последний пункт это следствие, то есть вывод Таким образом можно сделать вывод Ребята, заполните данную схему Готовы? Рассмотрим возможный вариант ответа Я считаю, что Алена поступила правильно Ее поступок – это образец честности и справедливости Примеры случаев, когда руководители предоставляют некие блага своим друзьям или родственникам Описаны в статье «Превышение должностных полномочий» и караются законом Таким образом можно сделать вывод, что Алена приняла правильное решение Ребята, сегодня на уроке мы также повторим сложно подчиненные предложения с несколькими предаточными Давайте вспомним типы подчинения и назовем их, опираясь на схемы Давайте проверим работу Конечно, первая схема соответствует сложно подчиненному предложению с однородным подчинением предаточных Как вы видите, от главного предложения мы задаем одни и те же вопросы к обоим предаточным Вопросы «что?» Во второй схеме от главного предложения мы задаем вопрос первому предаточному От первого предаточного задаем вопрос ко второму То есть, каждая последующая предаточная поясняет предыдущая. Значит, перед нами СПП с последовательным подчинением предаточных. Третья схема соответствует сложно подчиненному предложению с параллельным подчинением предаточных. Как вы видите, от главной части к двум предаточным мы задаем разные вопросы. Значит, вид предаточных будет тоже разный. Это характерно для параллельного подчинения. Давайте рассмотрим особенности каждого типа подчинения по отдельности. Неизвестно, где она жила, кто она, почему был сделан римским художником ее портрет и о чем она так печально задумалась. Как вы видите, в этом предложении целых четыре предаточных. Чтобы определить вид предаточных, зададим вопрос. Неизвестно, что, где она жила. Неизвестно, что, кто она. Неизвестно, что, почему был сделан римским художником ее портрет. Неизвестно, что, о чем она так печально задумалась. Как вы видите, все четыре предаточных отвечают на один и тот же вопрос. Что? Значит, вид предаточных тоже одинаковый. Это предаточные изъяснительные. Значит, перед нами сложно подчиненное предложение с однородным подчинением предаточных. Рассмотрим следующее предложение. Как только жара спала, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не хотелось. Зададим вопросы к предаточным предложениям. В лесу стало так быстро холодать и темнеть, когда? Как только жара спала. Первое предаточное обстоятельственное со значением времени. В лесу стало так быстро холодать и темнеть, как? Что оставаться в нем не хотелось. Второе предаточное со значением образа действия. Вид предаточных разный. Вопросы, которые мы задали, разные. Значит, перед нами параллельное подчинение предаточных. Рассмотрим еще один пример. Она мне не раз говорила, как бы ей хотелось вернуться сюда еще раз, чтобы вспомнить счастливые дни своей юности. Зададим вопросы от главного предложения к предаточным. Она мне не раз говорила, что или о чем, как бы ей хотелось вернуться сюда еще раз. Зачем? Чтобы вспомнить счастливые дни своей юности. Как вы видите, каждое последующее предложение поясняет предыдущее. Такое возможно при последовательном подчинении предаточных. А теперь предлагаю вам выполнить задание самостоятельно. Расставьте знаки припинания в предложениях и определите тип подчинения предаточных в СПП. Готовы? Проверим. Родной землей мы называем тот край, какой, где родились. Несмотря на что, даже если он покрыт болотами и песками. Это сложно подчиненное с последовательным подчинением. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Это однородное подчинение предаточных. Молодцы! Предлагаю вам усложнить задание. Докажите, что перед вами сложно подчиненное предложение с параллельным, то есть неоднородным, подчинением предаточных. Готовы? Проверим. Когда вся долина залилась золотыми лучами заходящего солнца, я понял, что день кончился. Давайте зададим вопросы от главной части к предаточным. Я понял, когда, когда вся долина залилась золотыми лучами заходящего солнца. Предаточное времени. Я понял, что, что день кончился. Предаточное изъяснительное. Как вы видите, предаточные части отвечают на разные вопросы. Типы предаточных тоже разные. Первое – со значением времени, второе – изъяснительное. Делаем вывод, что перед нами параллельное подчинение предаточных. Ребята, в сложно подчиненных предложениях с несколькими предаточными могут комбинироваться разные виды подчинения. Например, однородное и последовательное, однородное и параллельное, параллельное и последовательное и другие. Например, мы звоним друзьям, чтобы сказать, что нам нужно увидеться, и видимся с ними, чтобы сказать, что нам нужно созвониться. Если вы обратите внимание на вопросы, то увидите, что в данном предложении предаточные организованы и параллельным, и последовательным подчинением. Прочитайте предложение, расставьте знаки препинания и попробуйте определить, как организованы предаточные части в предложении, какими способами подчинения. Готовы? Проверим. Зададим вопросы. Здесь представлено два вида подчинения. Сложно подчиненные с параллельным подчинением. Это первое, второе, первое и третье предложения. И с последовательным подчинением. Первое, третье и четвертое предложения. Молодцы! Давайте подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке вы повторили особенности сложно подчиненных предложений с несколькими предаточными, построили аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя ПОПС-формулу, расставили знаки препинания в сложных предложениях и определили типы подчинения предаточных в СПП. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok